Одной из важных психологических проблем в онкологической практике является проблема реакции личности на болезнь. От учёта этих реакций во многом зависят адаптационные процессы и общий успех лечения, а также качество жизни пациента, как показатель, основанный на его субъективном восприятии своего физического, психологического и эмоционального социального функционирования. И первоочередная задача психологической помощи – это вернуть пациенту чувство уверенности, утраченную веру в выздоровление, восстановить потерянную связь с окружением, помочь лучше адаптироваться в новое для него среди лечебного учреждения. И для определения особенностей психологического состояния онкологических пациентов выработки стратегии психотерапевтического и психологических подходов на разных этапах удобно их разделение на следующие периоды – поликлинический, диагностический, этап поступления в клинику госпитальную, предоперационную, предлечебную, послеоперационную, этап выписки и катомнистические. И позвольте коротко остановиться на данных этапах. Для поликлинического этапа, находящегося с первых контактов с больного, с онкологической службы, а часто с направления пациента к врачам и к онкологам, для осмотра и решения вопроса о необходимости госпитализации и оперативного лечения характерным считается тревожно-депрессивный синдром. Типичным также является общее беспокойство, выраженная тревога, иногда достигающие степени страха, ощущение полной безнадежности. Тех пациентов, преморбит которых отличается чертами стеничности и активности в клинической картине, обычно преобладает тревога и страх, в то время как у пассивных, останичных субъектов, на первый план выступает депрессивная симптоматика. На следующем госпитальном этапе поступления в клинику происходит некоторое снижение тяжести, интенсивности переживаний. Это в существенной мере связано с построением уже компенсаторной системы психологической защиты, типа я болен, возможно у меня даже рак, но теперь я нахожусь в специальной больнице под наблюдением квалифицированных специалистов. И на этом этапе может проявляться любая симптоматика от всех описанных, выше как тревожно-депрессивная, дисфорическая, тревожно-эпохондрическая, обсессивно-фобическая и все рекомендации для лиц, контактирующие с больным, указанные выше, остаются актуальны на этом этапе. И резкий подъем интенсивности психогенных переживаний отмечается на следующем этапе, это предоперационным, да, в рамках тревожно-депрессивного синдрома преобладающим становится страх, возможная гибель в процессе операции, в сочетании со страхом самого заболевания. И в этот период имеет смысл применение психотерапии в сочетании психофармакологической поддержки пациента в зависимости от ведущего симптома. В послеоперационном периоде происходит облегчение, резко снижается степень выраженности всех отрицательных переживаний больных и происходит своеобразное психологическое облегчение. А преобладающим психофармакологическим синдромом становится остения, сочетающаяся с психохондрической фиксацией на тех или иных ощущениях больного. На катабнистическом этапе около 2-3 пациентов имеют особое так называемое субдепрессивное нарушение психического состояния. То есть внешне они проявляются как нерезко выраженная подавленность и стремление самоизоляции, отношение к привычным и любимым прежде развлечения меняется и порой становится резко негативным. Попытки со стороны близких людей как-то расшевелить больного, как правило, не имеют успеха. И в рамках, вот, было проведено исследование у нас в Институте онкологии и радиологии, были включены 100 респондентов, мужчины и женщины. И здесь на слайде представлены, распределены респонденты по возрастным категориям, отделениям и по полу. Далее, виды работ, которые проводились респондентами, психотерапия, клиническое интервью, консультация до и после операции, терапия активного слушания и психодиагностика. Здесь представлены этапы работы и психокоррекционные программы, на что были направлены, чтобы помогать активизировать ресурсный потенциал пациента, способствовать увеличению эффективности проводимой терапии, а также значительно уменьшает нашу программу побочные эффекты во время лечения, чем, безусловно, улучшает психологическое и физическое состояние пациента. И на данном слайде, в результатах клинического интервью, можно сделать вывод, что у больных с онкозаболеванием преобладает пониженный фон настроения, повышен общий уровень тревожности, больные чувствуют себя в высокой степени зависимости от окружающих, также в своем поведении они склонны проявлять пассивность, повышенную чувствительность, раздражительность, а также недоверчивость к людям, что особенно выражалось в взаимоотношениях с медицинским персоналом. Далее, на данном слайде представлены результаты исследования типов отношений к болезни. На различных этапах заболевания наиболее выражены эргопатические, анозагнозические и сенситивные компоненты отношения к болезни. Далее, при использовании опросника выраженности психопатологической симптоматики было выявлено следующее. Показатели у всех пациентов свидетельствуют о наличии у них определенных нарушений. Показатели соматизации у больных отражают наличие у них дистресса, возникающие из ощущения телесной дискульции, как проявление реального соматического наполевания. Показатели симптоматики обсессивно-компульсивного характера подчеркивают наличие мыслей и переживаний пациентов как непреодолимые на текущий момент. Показатели межличностной сенситивности подтверждают наличие у пациентов обостренного чувства сознания собственного «я», негативных ожиданий относительно межличностного взаимодействия и коммуникации с другими людьми. По результатам опросника невротических расстройств симптоматически выявлены доминирующие расстройства, астемические расстройства, эпохондрические, нарушение социальных контактов и расстройство сна. И как мы видим по результатам методики индекс жизни новостиля, у больных показателей по механизмам отрицания, проекции, индивидуализации реактивных образований значительно выше нормы. У всех пациентов превалирует механизм психологической защиты отрицания, посредством которого отрицается, не принимается, вызывающая тревогу обстоятельства. У больных отмечаются высокие значения по шкале интеллектуализации, и что предполагает интеллектуальное преодоление сложной ситуации, вызвано тяжелой болезнью. Разработы все алгоритмы психологического сопровождения у нас разрабатывали с учетом экзистенциального кризиса в онкологии. И на дальнем слайде представлен анализ работы в контрольной и экспериментальной группе, и мы видим вот значимые показания. По интегральным показателям адаптации мы видим, что повысились в рамках психологической интервенции показатели эмоционального комфорта, самоприятия и адаптации. Ну и, собственно, психологическая помощь является важным этапом в процессе лечения и реабилитации онкопациентов. Пациенты с онкологическим заболеванием нуждаются не только в профессиональной медицинской помощи, но и в комплексном подходе, который охватывает все аспекты жизни человека, начиная от качественной диагностики и индивидуальной терапии. На данном слайде просто представлены наши работы, групповые, индивидуальные, у нас в Институте онкологии и радиологии. То есть разработана программа групповых психокоррекционных тренинг с использованием дифференцированного пациентцентрированного подхода для пациентов с онкозаболеванием позволила нам исследовать психологические проблемы каждого члена группы, анализировать изменения неадаптивных стереотипов поведения и достижения адекватной социальной адаптации, повысить социальную компетентность, содействовать процессу личностного роста, реализации человеческого потенциала и достижения оптимальной активности, ощущения внутреннего комфорта и гармонии и снижения болевых симптомов. И на основании проведенного исследования клиника экспериментального можно выделить ряд практических рекомендаций для психологической работы больными с излокачественным образованием. То есть учитывать переживания, психологические проблемы пациента, специфичного для каждого этапа заболевания. И несмотря на сглаженность эмоциональных реакций больного на начальных этапах заболевания, пациенту нуждается в психологической помощи, так как работа с психологом позволяет больному соприкоснуться с вытесненными чувствами страха и тревоги, которые нередко маскируются под проблемы, не связанные напрямую с заболеванием. И здесь, наверное, я тоже сделаю акцент, что мы всегда подключаем обязательно работу социальных работников, которые тоже смотрят за социальным статусом нашего пациента. При отрицании злокачественного характера заболевания больному свойственно принимать болезнь на когнитивном уровне, что выражается в рассуждениях о заболевании и лечении. И при этом эмоциональное реагирование на болезнь снижено. И становится очевидным, что злокачественные опухоли – одно из заболеваний, которые несёт мощную стрессовую нагрузку. И также одной из важных психологических проблем в онкологическом стационаре является проблема реакции личности на болезнь и на адаптационные процессы, происходящие в процессе прохождения лечебного процесса. И от того, как больной относится к своему заболеванию, зависит общий успех лечения. И таким образом можно сказать, что при формировании отношения к онкологическому заболеванию определяющими являются не только клинические характеристики злокачественных новообразований, но также личностные характеристики больного и особенности психологической адаптации на всех этапах прохождения лечения и реабилитации. Благодарю за внимание.